Итак, доброе утро. Я сделаю то, чего обычно не положено делать. Предполагается, что вы не знаете Деванагари, а следовательно, вы не можете знать, как красиво писать Деванагари. А я же сразу попробую показать некие элементы, из которых состоит каллиграфия Деванагари, с которой никогда не начинается обучение. Но так как показывать просто Деванагари ручкой мне неинтересно, то мы усложним задание. То есть обычно при обучении санскриту мы используем обыкновенную шариковую ручку. Например, я люблю гелевую. Она не царапает, получается более плавно. Вот. И этого более чем достаточно. Для обычного изучения санскрита не обязательно писать каламом. То есть, вы должны понять, что письменность Деванагари, элементы которые я сейчас покажу и санскрит между собой никак не связаны. Это просто одна из возможных письменностей. Вот. Поэтому и в этой одной из возможных письменностей можно писать ручкой, можно писать деревянной палкой, палочкой отмороженного, или арабским каламом, заточенным в обратную сторону. Проще всего писать фломастером, но красивее всего палочки отмороженного. Вот. То есть эти все способы записи, они достаточно молодые. Самописьменность в Индии вообще молодая. Значит, санскрит изначально не записывался. То, что записывалось, это были прокриты. И это деловые записи. Деловые записи. То есть, для передачи чего бы то не было ценного, письменность не использовалась. Даже слово письменность в Индии заимствованное от персов. Есть персидское слово ВИПИ. ВИПИ. И от него получилось слово санскритское ЛИПИ. ЛИПИ. Ды стало ЛЫ. И получилась письменность. То есть, ни глагола для письма, ни слова для письма как таковых не было. Изначально ЛИКХ, глагольный корень от ЛИКХАТИ, писать означало царапать. То есть, вот те методы, что мы используем, они на самом деле не такие уже традиционные, исконные и единственно возможные. Персы использовали клинопись и выбивали ее для наскальных надписей. И вот эти персы, которые использовали клинопись, они, собственно, изобрели терминологию для письменности, которую в дальнейшем переняли в Древней Индии. То есть, своей терминологии в Индии нет. Вся терминология, которую мы пользуемся сейчас в рамках письменности, описание элементов письма, она современная, возникает где-то 70 лет тому назад. И вот одним из таких представителей этого движения является мумбайская школа типографики. В конце XIX века в Мумбай, в Бомбее возникает легендарная типография Нирная Сагар Пресс. Лучшие с типографической точки зрения книги в Индии печатаются в этом Нирная Сагар Пресс. И вот в этом самом городе, в Мумбай, возникает школа, школа каллиграфии, которая не обрывается по сей день. И вот у представителя как раз этой школы, учеником такого легендарного художника Джоши является Ачют Палав, чей курс, собственно, мы провели в... я не помню, в каком году, в этом или в... в этом, кажется, году. Вот. Да. И, значит, у нас будет вторая и третья части для тех, кто пройдут первую часть. Вот. То есть это некие элементы того самого курса, где мы не просто прикасались к Деванагари, а, ну, как бы это следующий этап. Это попытка написать, не просто написать, а написать красиво, пропорционально и используют традиционные способы написания. Но традиционные... это не значит, что им две тысячи лет. Но вот с точки зрения, значит, вот чернил, получается, ну, допустим, этому способу две тысячи лет, там, две с копейками. Если мы возьмем какие-нибудь самые ранние буддийские наставления из того, что мы находим в пустыне Туркестана, вот. Само слово, собственно, калам для деревянной палочки бамбуковой, которая часто используется. Вот эта березовая палочка у меня, а традиционно используется бамбуковая палочка. И вот само слово калам получается тоже заимствованное, то есть арабское. То есть вы должны понять, что из-за второстепенности, второсортности, письменности как таковой, с точки зрения традиционного, традиционных индийских воззрений, что все слова заимствованы. Вот. И терминология начинает разрабатываться только в начале, в середине, значит, 20-го века как раз в Мумбаи. И вот эта как раз книга, собственно, она является, не знаю, книга, брошюра, является некоторым роде итогом вот этих самых поисков терминологии и поисков того, как вообще следует обучать письмо. И вот мы сегодня, сегодня заглянем на самое начало, на самое начало, вот, где мы посмотрим, а с чего состоит, собственно, элемент Деванагра. Состоят они из характерных частей, из повторяющихся элементов. То есть, когда мы изучаем фонетику санскрита, мы изучаем ее в той очередности, как она научно классифицирована. Ну вот, например, первые пять занятий по учебнику санскрита Веры Александровны Кочергиной, это научная классификация, это научная классификация, и она хороша для того, чтобы понять, какие звуки звонкие, какие глухие, каким рядам они относятся, да, то есть еще до возникновения восьмикнижия, две с половиной тысячи лет тому назад, уже есть известны способы классификации звуков по рядам. Все гласные и согласные в санскрите, значит, имеют пять мест образования в ротовой полости. И вот эта классификация, она научная, она уникальна, не превзойдена по сей день, но она абсолютно неудобна при обучении письму. Тем более, если письму уделяется больше времени и внимания, чем обычно. Вот, то есть есть научный подход, он восходит к пратишакьям, то есть к комментариям, в первую очередь к комментариям ригведы, то есть есть ригведа, а есть книга, которая описывает, как читать ригведу. Вот, значит, и вот там возникает эта терминология и способы классификации звуков по двум характеристикам, по акустике и артикуляции. По акустике и по артикуляции. Вот, но это совершенно неудобно для нас, а если мы хотим понять устройство, графическое устройство знаков. И тут нам на помощь приходит трехтомное издание Деванагри Тайпографии индийского графика «Найка». И на основе этого трехтомного издания «Найка», где он впервые классифицирует все знаки по тем повторяющимся характерными графическими элементами, из которых они состоят, вот на основе этого трехтомника «Ачуд Палаф» составил, собственно, вот эти выжимки, значит, эти наборы и очередности знаков, которые необходимо проходить. То есть и в этой очередности получается у нас, значит, «Ва», «Ва» и «Ка» оказываются рядом. Не в третьем занятии, допустим, не отдельно разбросаны, а вместе. Вот, то есть в этом принципиальная разница. Значит, когда мы пишем ручкой и когда мы пишем чернилами, у нас разная очередность написания, разные движения руки. Значит, да, это тоже интересно. Большая часть знаков Деванагари тяготеет к квадратной форме. Но это не означает, что нам каждый раз этот квадрат необходимо заполнять. Поэтому, чтобы облегчить эту квадратность, эту пропорциональность, я попробую сейчас найти образец, клетку, которую в дальнейшем вы можете распечатать и на которой вы можете опираться. Я забыл заранее достать свою клетку. Сейчас посмотрю, может быть, у кого-то под рукой осталась очутовская клетка. У меня где-то есть, но я сейчас гляну, куда я ее положил. А пока вы ищете, я хотел бы у вас спросить, Мартис. Да. А, все. Да-да-да, говорите. Я очень интересуюсь историей именно соотношения санскрита или прокрытый и, собственно, шрифта. Вы оцениваете возраст Деванагари? Возраст Деванагари я оцениваю как тысячи лет. Тысячи? Тысяча. Одна тысяча. Одна тысяча лет. Это молодая письменность. Спасибо. Да, тысяча лет. То есть, возраст Деванагари равен возрасту русского языка. И графические истории его появления. Есть какие-то аналогии, откуда он взялся? Мы знаем, что русский алфавит – это греческий. Мы знаем, что вы путаете язык и письменность. Значит, что вы, в общем-то, не специально, но тем не менее. Я только спрашиваю про письменность. Да, значит, Деванагари возникает из Брахми. Это достоверно известно. Откуда возникает Брахми, есть только догадки. Ну, одно из предположений, что это семитское консонантное письмо. Есть некоторое, скажем, схожество базовых элементов. Вот сетка, которая должна помочь вам соблюсти пропорции. Основная ошибка первые несколько лет заключается в том, что вы будете нарушать эти пропорции. Для того, чтобы вписываться вот в эту клетку, которая на самом деле состоит из, значит, четырех... Четыре, но, значит, нам для написания каждого знака Деванагрии нужно будет задействовать четыре плюс один. То есть пять высотой, четыре шириной. Мы будем писать над вот этой толстой, значит, базовой чертой наша палуба, то есть соединяющий, значит, штрих будет писаться именно над. Но вот такое вот соотношение четырех клеток плюс одна, это соотношение вам необходимо, если вы используете прибор шириной 3,0. Вот у меня прибор шириной 2,0. 2,0 – это значит, что у меня будут более тоненькие линии, недостаточно толстенькие. Значит, отчьют, практика отчьюта заключается в том, что вы сперва должны научиться работать в, значит, в трехмиллиметровом жанре, а потом можете утолщаться или утончаться. То есть есть некая базовая пропорция, она заложена в этой сетке. И для этого удобно как раз пользоваться вот calligraphy pen, calligraphy pen, который, собственно, вот у нас, там есть размеры 2,0, есть размеры 3,0. Этот calligraphy pen, он вполне России еще доступен, это если вы хотите удобно писать. А если вы захотите писать красиво, то вам потребуется съесть мороженое и выточить из этой палочки, значит, березовую себе вот нечто подобное, вот нечто подобное со скосом от 30 до 45 градусов. И, значит, тогда, конечно, соотношение уже будет не 5 на 4, а вам придется найти свое удобное, ну, то есть, допустим, 6-8 клеток высотой. То есть самое главное – это пропорции. И пропорции, конечно, вы будете злостно нарушать до тех пор, пока вы будете писать просто на белом листе, потому что, в общем, изначально вы не знаете, какие должны быть эти пропорции, вы их не чувствуете. Поэтому я, наверное, даже сейчас буду писать тогда не на белых листах, как я задумал, а возьму клетку. У вас клетки нет, и вам будет достаточно белого листа, но имейте в виду, что дальнейшая практика потребует скорее клетки, чем просто белого листа. Так, у нас какие-то вопросы есть перед тем, как мы приступим? Так, Максим, мы исчерпали, да? Слышим, спасибо. Есть ли какой-то вообще вопрос перед тем, как мы начнем? Что-то о Деванагаре или вообще? Нет вопросов, да? Уважаемый Мартис Юрьевич, у меня такой вопрос. Есть ли первоисточники на русском языке по пратикшатрам? Значит, нет, на русском языке нет ничего, и вряд ли когда-либо появится. Потому что эта тема никому не интересна. Ригведа вообще в России никому не интересна, поэтому тем более пратишатки. Спасибо. Да, увы, 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 увы. Я хотел бы дожить до дня, когда эта тема станет интересной, но вряд ли. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Да, то есть как бы есть трактаты, почему мы знаем, что произносить санскрит надо именно так, а не иначе? Потому что, в отличие от любого другого языка в мире, санскрит сам догадался писать, как его надо произносить. И поэтому, несмотря на огромные временные расстояния, у нас достаточно достоверные источники. Они незначительно различаются, но на самом деле достаточно незначительно. Вот тогда у меня тоже вопрос по поводу произношения. Скажите, санскрит, который существует сейчас, насколько он отличается, скажем, от классического санскрита своим произношением? Ну, он просто распрошатался, испортился чуток. То есть незначительно. С точки зрения грамматики вы все сможете понять. Незначительно. Словарный запас стал беднее. Некие конструкции, свойственные прокритам, стали преобладать. И прокрит, вы сказали, это то, что было до санскрита. И то, что было до санскрита, и одновременно со санскритом, и после санскрита. Тут сложные временные взаимоотношения. И как к этому относится пали, если вы можете на секунду удивить? Что такое пали? Пали – это плохой санскрит, с точки зрения санскрита. Ага. Все. Все складывается. Спасибо. С точки зрения санскрита – это плохой санскрит. Ну, значит, и если знать санскрит, и если знать правила пересчета звуков, то получится пали. То есть, если знать набор правил, если знать грамматику санскрита и знать некую вереницу пересчета звуков, получится пали. Для чего удобен санскрит? Не надо учить много языков. Ты выучил санскрит хотя бы сносно, и зная об некоторых отклонениях, ты имеешь, например, возможность читать уже гимн Пуруши из Ригведы. Потому что там та же грамматика, только с ограниченным набором отклонений. Поэтому классический санскрит – это основа. Никто в трезвом уме пали не начинает изучать с пали. Вы упомянули персов, у которых, может быть, индусы позаимствовали какие-то терминалы? Не может быть, а как бы они вообще в них заимствовали все, что возможно, включая даже самоназвание в смысле. Но не самоназвание, а то, как их называют в смысле. То есть, да, в них активные заимствования шли. То есть, когда мы говорим о персах и индусах, то есть мы уже говорим о неком разделении географическом и хронологическом, но поскольку все-таки индо-протоевропейский язык, в какой-то дальний момент и индусы, и персы говорили на чем-то похожем. На чем-то похожем. Так они и сейчас говорят на чем-то похожем. И, значит, если мы хотим найти самый родственный, близкий к санскриту язык, то это будет древнеперсидский. Поэтому и сейчас… Но на древнеперсидском сейчас не говорят. На древнеперсидском не говорят, но, например, если вы сперва выучите грамматику санскрита, потом выучите правила пересчета это на древнеперсидский, а потом с древнеперсидского выучите, например, еще два перехода, вы дойдете до фарсии. И на фарсии уже вполне сносно говорят. То есть, собственно, это ровно то, чем мы занимались с Андреем Анатольевичем Звездняком. Мы сперва прошли грамматику санскрита за год, потом у нас был персидский, а персидский заключался в том, что у нас были таблицы, чем персидский отличается от санскрита. Потом мы переходили к чтению, значит, Авесты. Это еще другие таблицы перехода. А потом был из Авесты переход к Амару Хаяму. Это были еще другие таблицы перехода. То есть, на самом деле, выучив одну грамматику и несколько верениц переходов, можно читать чуть ли не всю литературу, значит... Всемирно. Всемирно, да. Просто, значит, выучил один санскрит, а остальное просто чем отличается. Вот в этом красота стройности санскритской грамматики. Она безупречна, непровизойдена, ну и просто изумительно точна, в смысле невозможно написать грамматику полнее и лучше, чем восьмикнижие, которые я даже могу показать, чтобы вас устрашить. Кстати, да, я обычно этим пользуюсь, я сейчас найду ее, а вы обдумайте, что вы еще хотите узнать. Будем дрожать, пока вы ищете. Да, хорошо. Почему вы так тихо дрожите? Ваша дрожь должна содрогать мой экран, она еле заметна. Так вот. А вот, собственно, с чего начинается грамматика. Мы с вами сегодня поговорим о письменности. Это книга для устрашения. Значит, для того, чтобы отбить у вас всякую охоту заниматься санскритом. Ибо тот, кто начал, не может бросить. Я же вас пытаюсь отговорить от вредных привычек. Привычка изучать санскрит, она вредная, потому что она грозит тем, что все ваши другие увлечения отойдут на второй план. Поэтому вот грамматика. Получается, вот в грамматике вообще нету как бы письменности. То есть она вообще не касается таких вопросов. То есть то, что мы сегодня, то, до чего мы сегодня притронемся, это вообще не раздел грамматики. В рамках учебника Веры Александровны это раздел фонетики. Но только вот так. Немножко как бы, ну, с некоторым мягким натягом. Вот, натяжкой. Вот, то есть фонетики, да. То есть мы учимся писать, а заодно узнаем, что есть разные звуки, гласные, согласные. Ну вот, хорошо. Значит, я вас, значит, пока Паня не показал, напугал. Что еще? Значит, Максим, есть ли какой-нибудь... Я чувствую, что вот вы как бы долгие годы готовились к этому моменту. Значит, вот что вот еще? Вот какая вам связь хочет виднеется или наоборот неочевидна? Те языки, и, я так полагаю, письменность, которые существовали на сапконтиненте до прихода туда ариев, какое они... Насколько связаны с санскритом и, собственно, со шрифтом дивана? Значит, насколько нам известно, на сегодняшний день эти исследования длятся дольше 70 лет не связаны от слова никак и ни то, ни другое. То есть печати Хараппы хорошо известны, изданы, исследовались еще к Норозовым и величайший гений значит, лингвистики 20 века, разгадавший ацтекскую письменность, пришел потерпел полное поражение, имея дело с печатями долины значит, в общем, Хараппа ему не далась, не далась она и вообще никому не до ни после него, то есть протоиндийская письменность остается для нас полнейшей загадкой и никакой связи не устанавливается. Но вот если ее не устанавливать, то она скорее восходит к шумеру. Вот связь значит вот этой письменности и языка одна из возможностей это шумер. То есть вообще ни разу никакая не Индия, то есть никакой не санскрит и тем более никакой не Деванагари. Вот. Хорошо. Давайте тогда начнем с того, что вы возьмете какой-нибудь прибор для письма на худой конец ручку, но по-хорошему что-нибудь, что имеет наклон. Вот я взял свою березовую палочку. Вот у Максима вот маркер. Покажите свои приборы в смысле, вот то, чем вы попробуете писать в смысле. Да, вот отлично. Ирина, вижу. Так, Светлана обрезала, значит, кисточку для косметики. Нет, не косметики, это слишком большое для косметики, да? Нет? Не косметики? Это обычная кисточка для рисования, она была обрезана, я ее не отлично. Все, Максим, держите, пожалуйста, свой прибор, я хочу сделать такой, значит, снимок экрана, мне интересно, кто чем будет писать в смысле. Ага, так, есть контакт, есть, все, опускайте, отлично, то есть вы, кто-то из вас обратил внимание на что я пишу. Это не может меня не радовать. Смотрю. Так, хорошо, хорошо, так, сейчас мы попробуем написать прямую палочку. Сейчас мы попробуем написать прямую палочку. Значит, ваша задача не менять положение кисти. Это будет трудно, вы все время будете норовить поменять положение кисти. Итак, ваша задача, если мы имеем лист, значит, для удобства написания этот лист нужно будет наклонить, то есть не пытайтесь писать на прямом листе, для удобства его придется наклонить, это раз, но как бы вы не наклоняли, вам необходимо будет выдержать, значит, 45 градусов, что это означает. вы не пишете снизу, вы не держите руку снизу, вы не держите руку сбоку, вы держите ее под 45 градусов, для того, чтобы вся поверхность, для того, чтобы вся поверхность, значит, вашего прибора была, притрагивалась всегда к бумаге, и в начале, и в конце, значит, вы скоро поймете, почему это не только просто, от того, что вы начали писать правильно, это не значит, что вы закончите писать правильно, ваша задача, чтобы все ваши базовые, характерные элементы были строго от 45 градусов, то есть вы должны удерживать руку, вот так вот, то есть наискосок, чтобы проводя, значит, если вашу линию удлинить в любом месте, она должна быть строго 45 градусов, и попробуем написать прямую вертикальную черточку, вот, собственно, я одну такую сделал, вот я прикладываю кончик своего прибора письма, я наклоняю под 45 градусов, и ваша задача провести черточку так, чтобы ее низ и верх был строго 45 градусов, и так, попробуйте, начните писать, а я начну по себя, если у Светланы Галины и других опытных каллиграфов будут какие-то замечания из их опыта, они могут ими поделиться. Ваша задача нарисовать энное количество прямых палок, но так, чтобы вверх и низ были не прямые, а со скосом. если у вас будет значит то из вас пробует чернилами значит я видел несколько фломастеров кто если кто-нибудь с чернилами все с фломастерами да кроме света наверно света приводит чернилами чернилами конечно труднее потому что они могут расплываться простая принтерная бумага тут не подходит подбор бумаги это отдельная нетривиальная задача нужно более плотная бумага 120 200 грамм значит вместо 80 60 принтерных поэтому если что-то будет расплываться растекаться и не будут не будут четкие грани вот у меня например бумага абсолютно не приспособлена она принтер на я и она начинает растекаться когда дело касается чернил это нормально в том нету вашей вины это бумага просто не приспособлена для впитывания чернил тут нет вашей ошибки попробую фломастерами пробую вашу писать и гуашью выходит вполне себе сносно то есть она не растекается и хорошо впитывает отлично вообще отлично получается четкие грани красиво ваша задача двигать значит кисть у вас должна замереть вы не вывод посмотрите как я сделаю вот так вы не делаете вы не двигаете значит чтобы провести черту вы двигаете все что угодно вы кистью двигаете но значит ваша ваш захват не должен сдвигаться если кто-то у кого начало получается с нужным скосом а к концу мы выходим к прямой линии смысле вот нижняя часть получается не 45 градусов а 90 если среди вас кто-то у кого конец получается неправильный а начало хорошие ну вот фломастером получается всегда хорошо с фломастером конечно гораздо проще то есть наша задача чтобы чтобы вот собственно низ и вверх всегда строго 45 градусов это первое базовое требование и без него не бывает вообще никакого ничего тем более каллиграфии значит сколько палочек вы уже написали если у вас целый скажем так ряд ширину максим чуть ближе пожалуйста я хочу увидеть верха низа а так так значит низы вообще посмотрите значит видите низы у максима вообще отличные а вот верха не всегда бывает достаточно 45 градусная так вообще хорошо отлично да я на вот мне не хватает низов и верхов то есть как бы я вижу что ты можешь провести прямую черточку это похвально но мне не хватает скоса то есть я бы его увеличил давай так попробуй значит сделать ты делаешь где-то там я не знаю может быть 30 сделай более заметный вот этот срез мне бы хотелось увидеть еще кроме максима и явно еще и другие так наталья отлично чуточку закругляется но это видимо из-за закругленности самого фломастера смысле значит я не думаю что это его дело в руке ага так ира 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 да хорошо да хорошо галина 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 иногда просто наоборот и не могу понять почему иногда галина делает наоборот смысле вот все идет потому что к середине ты забываешь уже как писать да то есть ты включи все же микрофон а можно посмотреть у светлана какая вертикальная полосочка светлана полосочки показываем ага значит да если вы удовлетворены смысле своими вертикальными то вы можете переходить на горизонтальные но руку вы удерживаете также да галина у меня вопрос вот у светланы скос в другую сторону идет значит светлана и скос идет другую сторону сейчас разберемся с светлана и значит нет 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 это просто я думаю что это зеркальное отражение зеркальное поэтому я думаю что то я наверное сделал не так и перевернула нет ну смотрите значит у нас бывает скос сейчас максима скосы бывают двух видов бывает значит традиционная западноевропейская и русская каллиграфии имеет скос в обратную сторону а деванагорская то есть деванагорская отличается от всех остальных а вот у нее скос почему мы не можем купить обычную каллиграфическую ручку и писать значит заниматься каллиграфии деванагори обычной ручки обычная ручка подходит только для левши вот для левши она проходит изумительно а для правши нужен свой обратный противоположный скос на максимум я как раз левша я хотел я уже как раз понял смысле когда увидел то есть левша то есть все что я говорю для я говорю для правшей соответственно ровно наоборот поэтому значит да если я делаю горизонтальную линию мне нужно начинать если я слева направо то у меня же все размажется слева направо а тебе все придется начинать слева направо ты в деванагоре не сможешь писать справа налево во первых у тебя все руки будут испачканы черт знает в чем а во вторых я же левша левша лев рукой направо то есть смазываю все что пишу ну да напиши мне вот как тебе неудобно левшой слева направо напиши еще одна из вещей которые я не ожидал для которой меня для меня было неожиданностью когда мы четыре дня занимались каллиграфии деванагори в полевых условиях это сколько у нас левшей но я думал что левша это раз раз там на сто человек один левша оказалось что среди детей чуть ли не каждый пятый левша для меня была неожиданность для детей интересующихся санскритом да конечно строить нашей стране огромное количество людей интересующихся санскритом среди них наверно треть это дети можно вопросе задать тетрадь когда я держу перед собой ее нужно как-то наклонять или она просто и и чтобы было удобно ее надо наклонять или где-то вот под таким углом да хорошо держать ручку маркер есть какие-то правила то есть как в руки держать потому что я попробовал таким образом получается 45 градусов это единственное правило больше удобно как-то смысле на себя ты имеешь в виду больше удобно тебе да на себя вот как раз если неудобно если так держу больше удобно как-то вот так держать чтобы палочка получалось ну как бы может быть такой хват такой хват означает нарушение всех известных мне постановлений я понимаю что некоторые неправильные хваты удобнее правильных пожалуй более ничего добавить здесь не могу но я согласен я я сейчас максим сейчас разберем чуть подробнее сейчас секундочку я удивился когда мы в полевых условиях выдавали каламы я не объяснял как ими пользоваться и нашлись такие ученики которые держали его абсолютно неправильно но достигали идеальной формы и начертания держа их его ровно наоборот поэтому как бы чисто технически это возможно и для кого-то даже удобнее и еще один вопросик небольшой слышал что вот эту палочку вертикальную ее раньше писали снизу вверх снизу вверх каких письменностях писали снизу в деву нагаре когда на пальмах писали на пальмовых листьях выцарапывали нет в индийской культуре был такой эпизод когда была письменность брахме писали значит справа налево иногда слева направо значит на кой бывало а снизу верхние веки так писали до том числе вот смотрите значит нам нужно тогда получить строчку вертикальных и потом допустим вот три горизонтальные и вот так вот шириной заполнить всю страницу значит вертикальными горизонтальными так наталья по замри какие у тебя они упитанные округлые уютные и сытные значит прямо одно загляденье да только видишь у тебя бывает избыток жира например например третий столбик самый нижний сейчас наталья я сейчас показываете замрите наталья смотрите значит наталья смысле которая и как у тебя фамилия я забываю еремеева смотри вот у тебя третье третий столбик возьми пальцем покажи мне третий столбик самый нижний самый нижний посмотри у тебя правый конец он уже совсем получился круглым значит я могу это списать на какое движение когда ты заканчиваешь писать ты немножко сдвигаешь где-то на несколько миллиметров ты сдвигаешь кисть ты как бы убирая фломастер сдвигаешь и тем самым придаешь еще более округлую форму чем сам фломастер уже ее придает понимаешь только так я могу объяснить последний значит знак в твоей вот в третьем столбике понимаешь о чем я говорю сейчас попробую еще пописать и последи за тем что ты делаешь в конце когда ты отрываешься от листа бумаги не делаешь ли ты незначительный поворот мне кажется что делаешь и так наталья значит которые вот в сиреневой в сиреневом обличье так значит только поближе потому что я не вижу недостаточно так хорошо нет я не доволен скосом точнее я доволен например скосом второй столбик нижний ряд если смотреть слева направо найдите вот значит второй столбик нижний ряд найдите и пальцем ткните точнее даже третий просто все не умещается в общем нет нет ниже опускайтесь опускайтесь ниже вот это очень красиво да то чтобы куда вы ткнули это красиво среди вертикальных среди среди лежачих нет не здесь давайте два столбика правее на 2 столбика правее свет по-моему ты нашла свой смысле это гуашь это твой жанр смысле значит крупно кроваво значит красиво все в одном да вот это наталья мне нравится больше всего вот там получается получилась соблюсти 45-градусный наклон да наталья вот так надо этому начертание нужно подражать да отлично можете опустить лист получилось там отлично а в остальных получилось недостаточно отчетливо так оля показывает оля оля показывает оля а почему ты пишешь как бы будто бы дважды смысле один раз блекло другу нет это фломастер так пишет черный больше стекает у меня это именно чернилами пробуешь нет это фломастер обычно фломастером и вот черном а красный вот он более красный четче но тебе все равно смотри у тебя большинство твоих начертаний большинство начертаний скорее вот я бы сейчас напишу недостаточный скос недостаточно недостаточно вот я сейчас напишу три разновидности недостаточных которые я вижу как раз у вас в частности не только у вас но в частности у вас вот чего я вижу значит у тех кто не придерживается нашей религии скос облокости вот смотрите значит то есть я вижу некий некую попытку скоса но 45 градусов и некая попытка скоса или полный недоскос это конечно не одно и то же понятно попробуйте моя бумага например абсолютно не поспособлены для чернил то есть обычная принтерная бумага для дешевых чернил впрочем и для дорогих тоже не приспособлена чернила разных цветов ведут себя совершенно по-разному почему я люблю черные чернила черные перекрывают и вы не видите мои стыки если я возьму например красные чернила вы будете видеть все мои стыки это и красиво и некрасиво одновременно вот света как раз не побоялась красного а в красном как раз и все видно я надо смотри да вот сейчас вот лежачие стали гораздо лучше а стоячие целом стали хорошо да да в целом стало хорошо максим поближе но вот мне не нравится ваша смотрите вот у вас как бы линия получается она должна быть равномерно наполнена она у вас то толще то уже то с каким-то вы круто сам посреди то есть я хочу прямые простые ровные линии а у вас то ветер дунул то рука дрогнула так ирина замри до лежачий у тебя хорошие отлично только пиши вот не так как ты сейчас писала в режиме азбуки морзы а ты пиши не в режиме азбука морзы а три полосочки под и вот такими столбиками лучше пиши так будет удобнее тебе и мне удобнее распознать что ты делаешь а так больше у нас участников нету включенных камер нету посмотреть мне больше ни на кого да то есть у нас в общем там пять участников четыре камеры это максимум на что вы способны да хорошо ладно руслан так руслан ну вот в конце уже больше скошенных правильно скошенных до посередине да да хорошо но линии недостаточно прямые мне не нравится что твои вертикальные линии они не идут вдоль направляющей направляющие поэтому видим они не идут то есть мне бы хотелось более прямые и 5 градусов не не 2 градуса 0 градусов прямые попробую прямые примере прямые лежачие лежат хорошо потому что те там есть направляющие поэтому они у тебя уверенно ниже а стоячие лежат не очень точнее стоят так лариса включила камеру и у нее фломастер так значит чуточку поближе возьмите камеры я хочу еще покрупнее увидеть до угол у вас хороший для лежачих и для стоячих у вас хороший только у вас должно то есть видимо ваша камера отзеркаливает я надеюсь что у вас скос скажем так вот у моей палочки получается вот верхняя часть она левее у вас тоже также до ларис включите микрофон смотреть смотреть лицом на лист то левая часть вертикальной палочки должна быть выше правой части я значит вы сперва писали значит православно потом перешли в старобрячество значит возвращайтесь назад с этими левшами и зеркальными отражениями тут можно трижды запутаться сзади дальше дальше уже дальше у нас еще прямая палка не получилось уже дальше мы ждем пока получится прямая палка так значит ну вот покажите что все что у вас получилось например юрий до сих пор не видел максимально неудобный цвет для высматривания ну хорошо ага сейчас так замрите цвета текста выделителей обычно максимально неудобны для каллиграфии это пожалуй их единственный недостаток их преимущество том что они безобразно дешево но их цвета максимально неудобны для каллиграфии но вот треть палок 45 градусов треть палок остальные любое произвольная цифра но не 45 да 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 замечаю да от того что вы понимаете как это не означает что у вас сразу будет получаться до направление правильное направление правильное вот у света все получается уже вообще все покажите все свои смысле лежачие стоячие просто все одновременно покажите я сделаю снимок экрана это будет поучительно для тех поколений учеников которые придут после вас наталья подними свой флаг вот пожалуйста так отлично я делаю снимок экрана сделал все можно опустить как я отвечаю слан хорошо да отлично я на да но не мельтеши не пиши их так плотно можно чуточку на расстоянии потому что тут не надо впихать не впихуемое сделать не надо утрамбовывать их оставь немножко воздух иначе мне даже сложно воспринимать их хорошо так если с прямыми палочками с горем пополам мы справились значит что попробуем перейти к овалу свет покажи пожалуйста свой овал вот что ты делаешь чтобы получить такой овал в чем секрет я ставлю кисть опять-таки под 45 градусов и сохраняю еще угол наклона то есть нужно представить линию 45 градусов которая проходит сквозь и нарисую мы начинаем писать справа налево про значит справа налево и когда пишем влево мы пишем вверх а потом опускаемся вниз и возвращаемся в исходную точку то есть мы берем наш наклон обычные 45 градусные и пишем справа налево и возвращаемся справа налево и возвращаемся и самое главное действительно здесь опять же 45 градусный уклон как я пойму что у вас нет уклона у вас получится кружок а кружок не должен получиться должен получиться овал да еще и такой скошенный то есть вот этот 45 градусный скос он виден всегда и он должен быть виден то есть мы справа налево через верх поднимаемся опускаемся и возвращаемся к в исходную точку в исходную точку если фломастером это трудно смысле у меня фломастер тоненький то почти не видно то нашим березовым шпоном получается достаточно крупно чтобы вы возможно поняли в чем здесь секрет так вот Продолжение следует... Ну вот, например, самый левый, самый крайний. Вот он, например, вполне овалообразен. То есть мы начинаем с края, туда же мы и возвращаемся. Бумага безобразно расплывается, но это не должно вас смущать. Вот, значит, кисточка и гуашь, например, это выход даже на простой бумаге. Если кисточку обрезать под 45 градусов. Так, Максим, куда мы спешим? Ты напек сколько блинов уже? Раз, два, три, четыре, пять. Ты уже напек больше блинов, чем я могу съесть за один присест. Значит, что у тебя за танцующие амебы там такие, значит? Где у тебя красота, равновесие во Вселенной и ровно удерживаемая рука? Что за брауновские движения? Значит, попробуй сделать овал. Овал, значит, напиши их меньше. Ты очень крупно сразу стал писать, сделай их мельче. Ширина твоего наконечника не позволяет сразу писать таким большим размером. Вот, где собака зарыта. Размер. То есть, вы понимаете, за счет вот этих 45 градусов у вас вот это место, вот внизу и сверху, оно получается тоненькое-тоненькое. У вас получается толстая часть и получается тоненькое. За счет 45 градусов здесь у вас тоненькое, а там сверху, снизу тоненькое, а по бокам толстенькое. Так, Руслан, ну да, не каждый раз, но да, ты тоже рисуешь чуть крупнее, чем необходимо. Прямо по следам Максима. Значит, не, вот Оля как раз лучше, потому что она не уходит в большой размер и получается, да, Оля, хорошо получается, за счет того, что ты не стремишь, у тебя нет гигантомании, это хорошо. Наталья, значит, куда такие, значит, воблы, значит, чуточку, значит, да, Еремеева. Воблы уменьшаемы, значит, скромнее, скромнее. Скромность украшает, значит, женщина, сказанная еще в хитопадеши, значит, куда такие сушеные воблы. Так, Наталья, я не вижу. Галина, так. Там какие-то желтые прям инопланетные какие-то узоры, все оранжевые. Да, и общая идея, но только чуть мельче, потому что получаются вот эти какие-то вот нарушения, пропорции. Так, Наталья, космические яйца какие-то, значит, все, что угодно, но только не овал. Значит, это, наверное, хирания гарбха, значит, прототип. В общем, пока на овал не похоже, овал должен лежать, а не стоять. Ирина, очень хорошо, очень хорошо, да, очень хорошо. Немножко перекос, как бы, овал должен, ну, овал должен, как бы, лежать. Он у тебя немножко, как будто бы стоит, вот. То есть он должен лежать у нас больше. То есть внутри этого овала должно получиться что-то вот, вот вроде такого, вот такого. Вот это белое пространство, по нему можно ориентироваться, по белому пространству внутри. Да, Максим, стало лучше. Да, стало лучше, да. Ну, вот на занятиях грамматика и санскрита мы никогда не будем заниматься тем, чем мы сейчас занимаемся. То есть это некая, значит, демонстрация того, чем мы никогда заниматься не будем. Просто я вам показываю, как бывает здорово, если ты не занимаешься грамматикой. Наталья, да, мелкие, маленькие мне нравятся гораздо больше, да. Да, гораздо больше. Галина, немножко яйцеобразно, яйцеголова, но стало лучше, да. Но в яйцеголовости вам не отказать. Так, Яна, Яна, крупновато пишешь, для ширины своего маркера крупновато пишешь. Наталья, стало гораздо лучше, гораздо лучше. У меня вопрос. Да? Возможно такое, что изучение санскрита началось, ну, скажем так, нечаянно или случайно, то есть не специально, а когда-то давно так случилось, и потом уже понимаешь, что возвращаешься. Ты рассказываешь свою жизнь, потому что у меня чуточку зависит интернет, а ты говоришь, твое знакомство началось случайно, или это был скорее вопрос, или утверждение? Это был вопрос, но это, да, связано с моей ситуацией. Я просто сейчас раздумываю. Я, как сказать, хотела начать изучать... Если ты раздумываешь, беги, пока я не запомнил, как тебя зовут. В смысле, беги, чтобы пятки сверкали. Потому что в тот день, когда ты начнешь изучать санскрит, ты его не сможешь бросить. У меня есть зависимые ученики, которые возвращаются через 5 лет, через... Ну, через 10 еще не было, но через 8 лет. То есть, если ты можешь что-то не делать, не делай этого. Так меня учили в институте. Значит, нам говорили так. Если вы можете не писать, не пишите. Ты должна захотеть санскрит так, как ты хочешь в туалет. Когда ты хочешь в туалет, у тебя не бывает отговорок, почему ты не смогла. Понимаешь? Вот так ты должна захотеть санскрит. А пока ты его не хочешь, избегай его. Всеми силами, как можешь. Потому что вся твоя жизнь перевернется вверх ногами в тот момент, когда ты начнешь изучать санскрит. Поэтому избегай его, сколько лет сможешь. Сколько столетий сможешь, избегай его. Беги от него. Забудь, как меня зовут. Сотри из памяти Деванагари, значит, потому что это изменит твою жизнь. Если ты хочешь остаться так, как вот все у тебя сейчас есть, и тебя все устраивает, и ты комфортно устроилась в этой жизни, ну, избегай санскрита. Он нарушит твой комфорт, твое удобство. У меня просто, знаете, как произошло? Наталья, изумительно. Уже, как сказать, можно сказать, прошла, по крайней мере. То есть ты хочешь сказать, что я могу дать тебе более сложное задание, и ты, в принципе, с ним должна справиться? Нет, я к тому, что я не знаю, начала ли я уже, как сказать, нечаянно изучать санскрит, или я еще не начала. А, я тебе понимаю. Да, это сложный вопрос. Да, я тебя понимаю. То есть ты боишься, как бы ты случайно не запустил этот ядерный реактор. В смысле, да. Ты знаешь, это прям вот такой, да, вопрос хороший. Я боюсь, что ты сделала уже, ты ступила уже в трясину, в смысле, ты допустила невозвратное. Поэтому не знаю. Я же даю только палочки. С этими палочками еще, как бы, из этих палочек можно что китайскую полиграфию собрать, что индийскую. Тут без разницы называется. Да, я же еще, как бы, не показал, как это целиком все собирать. А, Лариса, очень хорошо. Очень хорошо, да, да. Сразу чувствуется толстый маркер. Значит, отсутствие амбиции захватить весь мир. То есть скромно, тихо, значит, ползем по листу, отлично, ровно то, что надо. Да. Сложный вопрос, Ира. Значит, я заразился за неделю, поэтому все было очень быстро. Все происходило очень быстро. От моего решения изучать санскрит и от того момента, как я оказался перед Натальей Павловной, прошла неделя. Поэтому у меня не было времени на раздумье. Я не мог посоветоваться. Как бы, да, Руслан, стало лучше, да, стало лучше, да. Как бы, все знаки весьма разные. Как бы, повторить одно и то же начертание ты ни разу не смог. Ну что же. Первые 15 лет... Я пытался по-разному, пробовал. А наоборот, тебе надо попробовать не по-разному, а надо попробовать один повторить несколько раз одинаково. Вот у Галины тоже все яйца разные. Я думаю... У нас есть, значит, два лагеря. Остроконечные и тупоконечные. Значит, Галина скорее придерживается лагеря остроконечных, значит, то есть яйцеголовок. Вот. Ну, Света уже достигла такого уровня мастерства, что она может дважды написать одно и то же, в смысле, и оно похоже одно на другое. Да, ровно то, что нужно. Максим. Я думаю, что если мы в детском саду устраивали бы конкурс, вы однозначно победили бы, значит, номинации, значит, парни года. Отлично. Мне нравится то, что вы делаете. Да. Но пока очень разное получается. Вот. Ваша основная беда в том, что вы не можете дважды написать одно и то же. На это требуется усилие. Можно Свету попросить еще раз показать? Светоч наш. Значит, да, у Светы получается гармонично, пропорционально, красиво. Все на месте. Но я видел еще не все овалы. Я еще видел не все овалы. Мне кажется, что не всех видел. Я уже молчу про то, что здесь больше участников членных камер, но это ладно. У нас, видимо, есть стесняющиеся. Хотя терять вам нечего. Юрий, ну, слишком высоко, слишком крупно. Не соразмерно крупно. Не соразмерно крупно. Света уже переходит дальше. На самом деле, конечно, А, это не является следующим переходом после нашего овала. Но нашей сокращенной программе, которая пропускает некоторые значимые части. Я зеркальность отключила. Сейчас не зеркальность, сейчас нормально видно, да? Сейчас нормально. Оказывается, в настройках есть такое. Да, на самом деле, нет, мы еще не будем переходить к А. У нас есть промежуточные, значит, законные. Не А. Получается, в кружочке, который мы делаем. Сам центр, круг. А вокруг? Он не круглый. Сам центр не круглый. Сам центр получается как... Чуть-чуть, может быть. Он вообще ни разу не круглый. Он вообще ни разу не круглый. Он получается, скорее, как какой-нибудь орех, который смотрит... Значит, смотрите. Где же он тут круглый? Сейчас, например, найду. Вот, где он тут круглый? Он вообще ни разу не круглый. У него низ получается как бы как стрелочка. Ну, по крайней мере, он не овал. Он вообще ни разу не круг. Он скорее овал. Он овал, чья одна сторона впуклая, а другая выпуклая. Смотрите, вверх у него получается впуклый, вдавленный, а низ выпирает выпуклый. Понятно. Ни разу не круг. Вот у тех, у кого получается, вот у Натальи хорошо получается, у тех, у кого круг получается, это неверно. Вот как раз у наших, значит, у тех, кто хочет сразу масштабно, они как раз уходят в круг, и в этом заключается ошибка. Кисть получается как бы удерживать в одном и том же положении? Нет желания что-то подправить пальцами, поднять, опустить? Нет? Вот вопрос был про то, что скошенный, обратный скос какой-то, да? То, что какая-то кисть, каллиграфия не подходит. Да. Может это быть из-за того, что вот маркер скошен таким образом, писать хочется таким образом? Легко может быть. Легко может быть, потому что тот маркер, что у вас, легко может быть. Я его совсем не знаю, да. Значит, маркеры тоже, в смысле скошенные, тоже бывают разные. Бывают с острым углом, как у меня, а бывают чуточку как бы закругленные. И это тоже заметно влияет на ваш результат и намерение. То есть у меня острый скос, а бывает вообще ни разу не острый. Вот видите, какой получается здесь? Здесь получается острый скос. Но это вот пример того. То есть у нас есть фирма Edding, и вот как раз она выдает дешевый, текстовыделитель, и как раз с которыми можно как раз пробовать. У фирмы Edding, видите, есть такой толстенный, значит, толстенный просто вот маркер. Edding 5000. Значит, вот. И вот его, вот его конец. Вот. Так, значит, если овалы худо-бедно, кое-кого из вас уже получается, можем пойти дальше не к полному овалу, а частичному. Частичному не овалу, а как бы его половинки. Его половинки. Сейчас я вам его покажу. Вот, смотрите, значит, идем дальше. Значит, под кругом, видите ли вы, значит, наш полуовал. Видно ли? То есть то же самое, что с овалом, только сперва будет нижняя половинка, потом будет верхняя половинка. Вот я у себя уже изобразил. И вот у меня получилось, у меня получилось вот так вот. Вот начинаем сверху. Вот. Понятен ли принцип? То есть мы в обратном направлении идем? Теперь получается слева, мы справа идем немножко левее, потом направо. Справа левее, вниз и направо. Против часовой. Против часовой, да. Мы все расчет. Пишите. Мы все расчет. Хочется presentation. я вот мои длины растекающийся но я пишу достаточно толстым прибором я пишу достаточно толстым прибором обычно сперва мы изучаем деванагаре а уже зная деванагаре мы переходим каллиграфии каллиграфическое перо использовать можно дарья если вы левша вы левша тогда нельзя потому что я предполагаю что у вас дома не лежит болгарка и точильный станок тоже отсутствует вам нужно скос заменить на противоположные а так как стали очень красиво галина а так как стали которые используются для каллиграфических перьев очень твердая то вообще ни разу не легко перезаточить наоборот да покажите пожалуйста свои полумесяцы максима вижу руслана вижу наталью все покажите пожалуйста что у кого есть екатерина например я вижу улыбку а вот значит я извиняюсь мы немножко время это разница с москвой присоединились въезжать кисточки собрали поближе поближе приблизьте значит я только пытаюсь успеть как-то за вами екатерина пока не успевайте потому что надо смотрите чтобы у нас посмотрите как у натальи например вот зеленые значит на черта не видите элементы должны быть не сверху а снизу присмотритесь значит вот юрий никак не покажет мне максим уже устал держать убрал долина убрал убрал а я бы раз видел ага подними пожалуйста злой свет ага так наталья значит яромеева подними свой флаг пожалуйста хочу всех видеть так отлично делаю скриншот чтобы потом никого не забыть так ага наталья смысле екатерина понятно что куда ушло не так потому что следующий знак он как раз как бы вот ровно наоборот ровно наоборот по по часовому движению то есть это просто развернутое будет то же самое только в другом направлении до как бы вместе они образуют этот самый овал то есть у вас справа должна получиться худенькая худенькая тоненькая тоня линия потому что если вы просто будете вести как бы круг у вас все будет получится достаточно толстенький а у вас нельзя вверх должен быть толстеньким а правый бог должен быть худенький худеньким это возможно только если вы под 45 градусов вниз проведете то есть если вы просто будете круг рисовать вас все получится толстеньким То есть, неправильно. То есть, видите, здесь, значит, чтобы получилось, значит, вот эта тоненькая часть, надо под 45 градусов немножко уйти вниз. Иначе у вас получится, как здесь, все толстенькое, толстенькое. А так не должно быть. Серединка должна быть худенькая. То есть, бок. Только за счет того, что вы сделаете движение не просто в сторону, а по 45 градусов вниз. То есть, это знак по часовой пишется, да? Это по часовой. Артем Семенович, покажите, пожалуйста, еще пример. Как пример ваш. Так, сейчас, во-первых, я покажу саму книгу, а во-вторых, покажу свой пример. Значит, книга о чью-то. А вот, собственно... Спасибо, спасибо. Книга о чью-то. И моей совершенно неисприспособленной бумагой, моей достаточно толстой, значит, березовой палкой. Мы с вами, Максим, могли бы работать вместе. Значит, вы рисовали бы амеб, а я бы, значит... Мы расплывались бы, значит, в какие-то вот тут инфузории. Мы могли бы учебник по биологии, например, делать. Становится ясным, почему вы предложили держать тетрадку под углом. Вот теперь это совершенно понятно. Потому что так становится заметно удобнее? Да. Ну, некоторые вещи усваиваются только путем ошибок. Когда сперва долгие люди. Ну, просто вы же... Вы пишите за столом, я не могу понять, или на весу? Да. Ну, тетрадку... Вот оно и видно. Вот я вижу, что как бы вот оно сразу видно, кто за столом. Вот я спустя месяцы, значит, кочеваний, наконец-то обрел свой стол. Вот я впервые за долгие месяцы сижу за столом. Здоровляю. Значит, это одно удовольствие писать. А вот на весу, конечно, тогда уже удобнее на полу, наверное, чем на весу. Я сейчас переберусь, да. Руслан, очень хорошо. Стало очень хорошо. Что верхний, что нижний. Да. Да, Руслан, стало хорошо. То есть, плохо, что они все разные. Плохо, что они все разные. Мне бы хотелось увидеть все одинаковые. Но это уже такие пожелания. Так, Юрий. Значит, ну, в целом, да. Но получается, смотрите, вы нарисовали как будто бы правую часть полумесяца. А мне надо неправую, а как бы она сдвинута. Как бы, понимаете, как бы общий раздел, водораздел, это тоже 45 градусов. Неправая часть, а отрезанная по 45 градусов правая часть. Как бы, если понятно, что я говорю. То же самое и к Максиму. Смотри, вот предпоследнее, что ты написал, он как раз хорошо. Значит, а вот до этого не очень. Так, значит, кто-то пытался захватить экран. Сейчас мы его отключим. Закрыть доступ. Так, сейчас. Мы его отключим. Так, да. Значит, я надеюсь, что Евгений это сделал случайно. А вот. Хорошо, Лариса. Да, очень хорошо. Но та же проблема, что и у Руслана, и частично у Максима, что... Посмотрите, как вот сделано у Натальи. Вот, Лариса, посмотрите, как сделано у Натальи. То есть, левая часть, начал и конец, концов, она как бы вот под угол, а не под 90 градусов. Понятно, нет? То есть, она сама со скосами. Да, твердая померкность помогает. Однозначно. Если бы моя учительница рисования, которая исключила меня из первого класса художественной школы, видела бы, чем я занимаюсь спустя 35 лет, я боюсь, она бы упала в оборок. В общем, ужеoman он померяна. Нет, просто. Конечно, детяй, вернее. Мы стрим've digこれで все. И состав Does�анн is к не強а? Я сделалしましたто. Землет va под хоржем. Мы тщательно и перенимаим с Гришей. Хорошо. Понимаете. Хорошо. Хорошо. asan-ка. Побразовое. Хорошо. 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 Екатерина, получается? Ну, так, с переменным успехом, конечно. С переменным. На коленке? Ну да. Нету стола? Ну, он есть, но занят. Он занят более важными делами. Понятно. Стопки ноутбуков. Понятно. Наталья, мне нравится подключение, значит, размножение наших деваногористов. Мне нравится направление, значит, подключение детей, правильно. Наталья, вот так же, в конце, последняя строчка, прям хорошо, в смысле, вот она начинается под 45, а поначалу было вот как бы именно Бог. Оля, что это за копыта? Что это за копыта? Если это схематический, значит, вид лошади снизу, то я принимаю. Пока плохо получается. Пока не получается, потому что, обратите внимание, что делают ваши коллеги. Ира, ты делаешь пока верхнюю, а можешь переходить уже дальше на, в смысле, на ту, которая, как бы наоборот, в смысле, ты все делаешь ту, а можешь уже, ты вот эту делаешь, а уже можешь переходить на обратную. Юрий, хорошо, да, стало лучше. Яна, значит, крупновато делаешь, крупновато, и тем самым усложняешь себе задачу. Смотри, у тебя, ну, крупновато ты делаешь, не уходи в такую, уменьшай. Не соразмерно, тем самым тебе сложно уловить эту пропорцию. Оля, обрати внимание, что я не рисую. Смотри, что делает Оля сейчас, если я не рисую. Оля, вот что ты делаешь. Ты рисуешь мне копыта. А я что делаю? Я, как минимум, не рисую копыта. Да, я уже уловила. Сейчас, как бы, исправлю. Яна, стало лучше, но путь к нашему преуспеванию долг. Ира, твой низ заходит чересчур далеко, его надо обрывать раньше. У тебя получается, the dark side of the moon, правая часть круга, а я хочу скос по 45. Свет, покажи еще раз, соль. Сейчас, замри только. Ты иногда бросаешь чуть раньше, чем надо. Ты низ, ты прям честно под 45 бросаешь, а на самом деле низ чуточку дальше заходит, чем 45. Екатерина, мне кажется, или вы еще не разбирали ее елку, в смысле, после новогоднего празднования? Или у вас, в смысле, вечная и перманентная зима, поэтому, в принципе, у вас каждый день Новый год? У нас был южно-полушарный Новый год, теперь мы в ожидании 1 сентября, Новый год. А, понял, понял, да. Новый год. Я просто подумал, ну да, что елку вроде сейчас уже в России, вроде все уже... Да, мы немножко в другом измерении. Точно, точно, я вспомнил, да. Я подумал, что в России вроде елку к этому времени уже все выносят, вроде, да. Катя, да признайся, что у нас есть машина времени, ну что ты ее летишь? Вы бы там стол нашли, а не машина времени? Машина времени – фигня, а, значит, тот у кого стол, тот вот, значит, на коне. А машина времени – фигня. Так, значит, и идем дальше, смотрите. Значит, да, Наталья, хорошо, очень хорошо. Вы кто по образованию, скажите мне? Вас не слышно почему-то, хотя включен вроде в зуме звук, но и вас не слышно от слова совсем. Вы напишите, кто вы по образованию. Так, Свет, а да, вот, ты стала заходить чуть дальше и стала изумительной. Ну, все, прям такие, значит, кругляши, что я не знаю, как… И нам покажите, пожалуйста. Прям, я бы сказал, аппетитно, аппетитно. Покажите и нам, пожалуйста. Всем видно, Оля? Я думаю, что всем видно, в смысле, вы в зуме умеете переключать режимы? Значит, в зуме, в правом верхнем углу есть режимы. Вот я, например, сейчас в режиме галерея, то есть галерея, а можно выбрать спикера. То есть, когда я говорю, меня видно, а всех не видно. То есть, тут разные есть режимы. Спасибо, спасибо. Ага. Руслан, у тебя определенные способности к Деванагари, но пока отсутствуют способности к пропорциям. И к повтору одного и того же дважды. Да, Ира, да, типа того, да. Маша, 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 Маша. Ну, ты чем пишешь? Покажи мне. Не поверите, но карандашом. Карандашом. Да. Покажи мне свой скошенный карандаш, хорошо? Покажи мне. Еще никто не догадывался писать скошенную карандаш. Так, скошенный карандаш. Идея мне понравилась скошенного карандаша. Ты скоси его. Ты можешь его больше скосить? Ну, вот он сейчас все-таки как раз 45. Ну, типа того, да. Типа того. Тогда поближе. Тогда поближе, приблизь свои... Да, замри. И чуть посерединке возьми лист. Не край листа, а серединку листа. Так, замри. Ну, пропорции, конечно, нарушены все, насколько могут быть нарушены. Но просто потому, что ты не можешь приловчиться. У тебя размер... У тебя срез маленький. Ты пока не можешь поймать пропорции, значит... Хорошо. Да. Буду стараться. Ну, скажем так. По стобальной системе 20% схожести есть. Отлично. А вот у этих последних тоже неправильное? У этих последних уже лучше. Ага, вот, вот. То есть... Ясно. Спасибо. Уже лучше. Да. Но карандашом, пожалуй, еще никто не догадывался, что можно скосить карандаш. У меня просто ничего нет под рукой, кроме этого. Понятно, понятно. Так сложились обстоятельства. А бывает. Я, знаете, раньше думал как? Вот что... Ну, вот чего нужно, чтобы вот начать писать книгу? Надо создать какие-то идеальные условия. Значит, идеальные условия. А потом я прочел, значит, книгу Шкловского. Был такой теоретик литературы Шкловский. Значит, и вот он в 1914 году, значит, написал то, что как бы отрезвило меня. Значит, он писал про 14-е, про 18-е годы. В России, значит, он вот всю эту книгу, всю эту книгу, он написал, значит, сидя, у него был один квадратный метр, и вот сидя на углу кухонного стола, он написал вот эту книгу, которую вот я читаю спустя сто лет и перечитывал три раза. Значит, еще не все, еще не все, еще не все кончено, что ли. Я не помню название точной книги, но, в общем, Шкловский – это учитель Маяковского. Вот, значит, и он отрезил меня в том, в плане, что как бы, ну, идеальных условий не бывает. Вот если вам дан стол, вам повезло. А если вам дан кусок стола, вам уже повезло, потому что кому-то не дано даже это. Поэтому я понял, что вот оправдание себя тем, что у меня нету идеальных условий – это херня. Понимая, что не бывает идеальных условий, надо работать в тех, которые есть, и если вам дан даже 30 сантиметров на полу, то этого достаточно. Была бы у вас воля. Поэтому я с тех пор не пытаюсь искать идеальных условий, потому что это ловушка. В поисках идеальных условий вы будете оправдывать, почему вы сейчас не занимаетесь каллиграфией Деванагри. Потому что у вас стол не такой, потому что у вас дети не такого возраста, роста, веса, не знаю. То есть оправданий всегда будет много. Поэтому, Ира, я и говорю, что в санскрите штука заразная, все твои оправдания рассыпятся, когда ты им начнешь заниматься. Поэтому, спаси Господи, не занимайся. Оля, что за копыта снова? Нет, копытность превышает степень допустимых. Степень копытности превышает допустимые нормативы. Лариса, хорошо. Вот есть такая книга, Animal Farm. Скотный двор. Моя любимая. Вот, значит, если бы мы писали вывески для этой книги, это было бы прям вот хит для скотного двора. Но для Деванагаря. У меня урок заклинили. Екатерина, неплохо, неплохо. Значит, на весу неплохо. Руслан, вообще мне нравится, да. Ты мне нравишься, да. Значит, и то, как ты пишешь тоже. Значит, можем пойти дальше. Можем пойти дальше. Все, что мы делаем, не имеет никакого отношения к санскриту. Но, значит, это для того, чтобы вы полюбили Деванагари. Значит, перед тем, как мы перейдем к написанию А, вам предстоит еще два элемента. Вот, внизу, видите, два элемента. Направляющие, видите, немножко вверх и вниз по 45 градусов. Это первый, ну, сперва первый, потом второй пройдем. То есть, такая вот запятая должна получиться. То есть, чуточку вверх и по 45 вниз. То есть, вправо чуточку вверх и по 45 вниз. Такая клюшка получается хоккейная, да? Хоккей на траве. Какая? Да, хоккей на траве. Хоккейная чего? На траве. На траве? Не на льду. В смысле, она модифицированная? Ну, вот, более такая загнутая, короткая. Больная, как у нас, да? Угу. Ну, вот, смотрите, что у меня тут получилось. Значит, моей тут головастики. Максим, значит, кто может рассказать, в чем ошибки Максима? Значит, Свет, в чем ошибки Максима? Не соблюдает угол 45 градусов. Это раз. Надо, чтобы начиналось с тонкого, надо, чтобы начиналось с плоскости, а у него начинает… Начинаем, чтобы с плоской части началось, а начинает с тонкого, да. Вот эти двух ошибок достаточно… Значит, не с того начинаешь. Мы начинаем с прикладывания всей поверхности, ведем направо и чуточку вверх, и резко уходим под 45 вниз. Можно правильный образец увидеть еще раз? Да, Ира, стало лучше. Значит, Наталья, вы вначале делаете такой, как будто бы крючок, да? Как будто бы такой крючок. Его делать не надо. Надо ровно начинать вправо. В смысле, без вот такого… Вы как будто бы начинаете и приподнимаете в самом начале, а этого не надо. Мы как бы приподнимаем плавно, а вы как будто бы крючок делаете. Наталья, изумительно. Наталья Иромеева, значит, я должен сказать, что вы превзошли мои ожидания. Изумительно. Не все правильно, но в целом очень красиво. Я бы взял бы у вас ученики. Значит, так, Галина, что это у нас тут все наоборот? А, ты решила и так, и так? Если ты и так, и так, то нижний, он отличается от верхнего, поэтому у нижнего будет чуточку иначе, другие пропорции. Верхний… в целом хорошо, в целом хорошо. Свет, так, что ты делаешь? Ты недостаточно тянешь вправо. Вот ты сказала про 45, но ты сам… Значит, смотри, так, сейчас. Верхняя часть клюшки должна быть чуть шире. Ты рановато начинаешь вниз уходить. У тебя получается реально запятая, а мы все-таки от запятой должны уйти. Яна, неплохо, Яна, неплохо, но 45 градусов, видимо, для тебя пока сложно, сложное понятие. Вы можете в интернете найти 45 градусов, распечатать себе листок или купить какой-нибудь там, не знаю, что можно купить в детском каком-нибудь там пенале. Транспортир. Транспортир нужен, да. Вам нужен дома транспортир. И когда вы мне… Вот, значит, задание к следующему разу. Вы, значит, украдете у детей своих транспортир или одолжите, значит, и распишите мне 45 градусов. Я хочу, чтобы вы это прислали. Вот, например, карандашом вы проведете. Полина, значит, если это был бы схематический процесс оплодотворения, то, в принципе, верхний хорошо соединяется с нижними. Это было бы забавно. Для каллиграфии Деванагри пока мало похоже, значит. На схематический процесс оплодотворения вполне, в принципе. То есть мы как бы скатываемся в белую диету, значит. В принципе, может быть, это и неплохо. Да, Свет, стало лучше, но теперь… Можно я стану оригиналом? Оригиналом показываю. Как вообще это выглядит? Проблема оригинала в том, что она нарисована на компьютере. А то, что нарисовано на компьютере, не всегда можно воспроизвести от руки. Мы рисуем вот, как бы, второй снизу, как бы, средний. Юрий, покажите еще раз. В целом неплохо. В целом неплохо. Да. Ира, хорошо. Наталья, безупречно. Вы написали, кто вы по профессии? Я так и не понял. Я педагог-экстролог. Педагог чего вы преподаете? Сейчас в детском клубе развития, то есть полностью… Вот именно это я и вижу. Вот у меня супруга тоже занимается с детьми. И вот именно это я и вижу у вас способности к тому, чтобы объяснить и за мной понять. Именно способность работать с детьми. Да, потому что здесь требуются детские навыки. То, что мы делаем, это не вуз. Но вы делаете все безупречно. Так, Максим, стало лучше. Но твои 45 – это не 45. Смотри. Смотри, видишь меня? Кончик какой у меня тонкий. То есть я беру и вот веду его по 45. А ты как будто бы немножко под наклоном держишь. Не под 45, а, например, держишь под 40. И ведешь. И когда ты ведешь, удерживая вот угол 40, у тебя получается толще твоя линия, чем она должна быть. Понимаешь, о чем я говорю? Да, абсолютно. У тебя хвост, головастика получаются толще за счет нарушения градусов. Кто там? Уже на это стучится к нам. Сейчас мы ее отключим. Маша, так, да, Маша, стало лучше. Если бы мы рисовали Г, но зеркально, в этом конкурсе ты бы заняла первое место. Я хочу увидеть твое лицо, когда я это говорил. Значит, но на элемент, в смысле, ты включил микрофон, но на наш элемент это мало похоже. Спишем это все на карандаш, Маш. Да, с карандашом немножко труднее, но я поняла, да, то есть моя вот эта верхняя часть слишком длинная. Она чересчур у тебя широкая. Ага. С одной стороны и недостаточно упитанная, с другой стороны. Да, Лариса, но вы явно не под тем углом идете вниз. У вас получается хвост порой той же толщины, что и вверх. Чего быть не может в принципе. Оля, да, стало гораздо лучше. Покажите мне своих головастиков. Да, Максим, стало лучше. Если бы мы рисовали метеоритный дождь, пожалуй, вот это было бы вполне удано. Наталья, очень хорошо. Свет, да, отлично. Второй снизу посередине, прям хорошо. У тебя иногда получается чересчур все кругленькое, красивенькое, а тут надо все же более резкий вот этот переход делать. Да, Лариса, хорошо? Стало лучше? Стало лучше. Маша, ну, как тебе сказать? Я к тебе хорошо. Мне казалось, что лучше, но на самом деле нет. То, что я смотрю в экране... Показалось. Я вижу, да. Показалось, да. Я буду работать. Екатерина. Да, неплохо. Да, Яна, стало лучше. Так, теперь, значит, последняя строчка. Последняя строчка мы пишем не слева направо, как сейчас писали, а справа налево. А справа налево, справа налево, видите, как бы более куцая черточка, не такая широкая. Наверное, две трети от той. Более куцая. То есть не слева направо, а справа налево. И видите, какая жирная верхняя часть? Жирность быстро не оканчивается. Жирность быстро сверху не оканчивается. Если что, вы можете делать просто скриншот экрана, в смысле, чтобы вам было удобнее списывать. Может быть, в следующем году мы сдадим книгу, и это все будет в ней. Но пока у нас есть только АЧИЛ и его брошюра малодоступная. Так, хорошо, Галина? Хорошо? Я бы по высоте чуточку сжал бы, не растягивал бы по высоте так. А так хорошо. Хорошо. да наталья да только я бы делал бы шире то есть вот например значит отодвиньте чуть дальше чуточку дальше чтобы видел все ширину листа нет я следующий участник а вот чем разобрите самый правый предпоследний прав предпоследний справа верхней вот он вот таких я бы делал много то есть чуточку шире чуточку шире вот как раз последний по хорошей этой строчки прям то есть чуточку шире чем остальные вот получается то есть смотрите вот у нас этот вот этот товарищ был широким а это у нас клякса она более узкая лариса так через хвост должен заканчиваться не на одной линии с началом верхней части просто как бы более втянут раз-два ну в общем пока не уловили свет покажи что у тебя получается да хорошо только твой хвост выходит дальше чем выпирающая часть верха она должна быть меньше чем меньше она должна быть хвост дур конец хвоста должен находиться посередине вот если мы берем верхнюю верхний скос то посреди верхнего скоса должна находиться значит конец хвоста должен находиться посреди верхнего скоса если провести прямую черточку от верхнего скоса максим пока нет 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 Спасибо. 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 Наталья, очень хорошо. Спасибо. Вы из какого города? Иркутск. Иркутск. Прекрасно. Один из первых моих учеников был как раз из-под Иркутска. Мы можем открывать детскую школу, значит, от Эванагари в городе Иркутске. Вы почти что готовы. Оля, значит, если бы мы рисовали вопросительный знак, я бы сказал, что ты бесподобна, но хвост не выходит за пределы клетки. Яна, мы сперва идем влево, потом по 45, по 45 вниз, по 45. Я тебя в 45 не вижу вообще. Руслан, нет, нет, но это трудный знак на самом деле, но нет, нет. Ну вот, пожалуй, вот из моих мне нравится только... Сейчас я найду. Вот только вот этот, пожалуй. И то не очень. То есть, вот это все мимо, 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 мимо. Вот только здесь какое-то подобие. На свет замри. Ну да, вроде так, но внизу ты ушла куда-то. Внизу ты вроде старалась, наоборот, как лучше, но внизу менее подобно стало. Маша, Маша, нет, Машенька, вообще нету. Юрий, ба-ба-ба-ба, да, неплохо, только хвост, хвост не выходит. У вас хвост почти в половине случаев выходит за пределы, а там где не выходит, там неплохо. Екатерина, кроваво, недурно, не очень похоже, но для австралийской сельской местности сойдет. Главное, города не показывайтесь. Но она больше как семерка должна быть, или больше как вопросительный знак, наоборот? Больше как семерка, хороший вопрос. Я не могу так ответить, значит, потому что даже и не знаю. Ну, вопросительного знака тут особо нету. Сперва движение влево. Чуточку вниз и влево. Я, например, понял, что для моего березового калама мне не хватает ширины. Я бы хотел написать более крупно, но мне не хватает. Надо нарезать такой, чтобы была ширина в два раза больше моей. Тогда я бы мог более крупно показать. Впрочем, не протекающая бумага тоже не поменяла бы, не помешала. Ну, вот, пожалуй, этот товарищ мне нравится, как получилось. Покажите, покажите. Ага. Вот этот товарищ. Моя камера не справляется, и моя бумага тоже очень, чтобы передать степени. Класс. Продолжение следует... Продолжение следует... Сразу, когда пишешь влево, надо сразу чуточку начинать опускаться вниз, потом резко вниз, и потом 45 вправо. А ты все влево-лево-лево. По прямой влево мы не идем. По прямой слева мы не идем. Продолжение следует... Посмотрите, вот этот мой последний... Ой, очень классно. Вообще просто безупречно. Прям уловило. Вот когда мы в октябре откроем наш курс Янтрописи, мы там пройдем цифры. Мы там пройдем, как писать цифры Деванагави. Их можно... Некоторые цифры записать Трояка. Это отдельная интересная тема. И просто лиснул цифры. Да, Наталья, хорошо. Слишком большой верх. Пропорционально вверх должен быть половина. То есть, вверх получился не всеразмерно большим. Андрей, неплохо. Андрей, неплохо. Особо внизу. Да, неплохо. Да? Да, да, да. Неплохо. Лариса. Нет, Лариса. Нет. Пока вы не... Смотрите, вниз, Лариса, мы идем только под 45 градусов. Только по 45. Только по 45. Никаких других вариаций. Так, ну, покажите, значит, все свои... Лариса, да, стало лучше, но смотрите. Ларис, что я вижу в вашем начертании? Вы удерживаете не под 45 градусов. А у вас куда-то смещен угол. Поэтому, смотрите. Вот мой хвост, он худой, как тощая кобыла. Посмотрите. Вот хвост мой, видите? Вот. А у вас что там? Что у вас там за... Откормили порося и тащите его, значит, наискосок. Нет? Не то. Да, Наталья, стало лучше. Да, стало лучше, Наталья. Очень хорошо. Внизу прям вообще поймали, да. Свет, как ты успеваешь одновременно делать, документировать и... Яна, неплохо, неплохо в конце. Максим, мимо. Вот насколько мимо может быть? Значит, двойка, садись. Впрочем, ты и так сидишь. Значит, нет, пока ты не понял. Руслан, последняя строка мимо, но предпоследняя в середине хорошо. Предпоследняя два знака в середине хорошо. Пальцем ткни мне. Пальцем ткни середину предпоследнего знака. Вот. Вот эти два хорошо. Вот эти два хорошо. Вот эти два сейчас посмотри, что ты показываешь. Вот эти хорошо. Остальные больше мимо. Оля, неплохо. Могло быть хуже, Оля. Неплохо. Лариса. ну в ту степь шу степь полина родная если мы отправляли бы бумеранг в австралию я думаю твои очертания оценили бы но это не похоже на то что хоть чего добиваюсь я у меня в детстве были разные бумеранги вот они это вот твои начертания на них похожи они даже возвращались когда их бросал но это не давана до наталья безупречно значит я думаю что где-то к октябрю нам надо открывать школу наталья значит или хотя бы класс пока я не шучу хорошо покажите одновременно мне все свои каракулы и последние ваши достижения из области каллиграфии а я сделаю снимок экрана и даже себя покажу что я показываю не вижу вашим ладно так делаем так все показывают все отлично спасибо за мир или все отлично все можете расслабиться так я всех вас снял все красивые меня отлично так хорошо на сегодня мы попробуем последний момент то есть на первом занятии такое не делают а мы сделаем то есть вы получите запретный плод заключается в том что мы напишем а вам не положено по закону писать а мы его напишем а состоит из четырех элементов значит все части пишите отдельно не пишите сразу все вместе с первым пишем тройку тройка у нас значит сверху мы пишем тройку смотрите вот наша тройка вот тройки справа из с места соединения мы пишем перемычку перемычка у нас не прямая а изогнутая как и все что мы пишем когда мы пишем каллиграфические вот наша перемычка вот наша перемычка перемычка упирается в стержень стержень пишем сверху вниз троечка перемычка троечка перемычка стержень и вниз и вверх этого стержня должны тоже быть вот 45 градусов вот наш следующий этап это троечка перемычка стержень и последний этап это палуба троечка перемычка стержень и сверху в конце палуба и у нас получается а южно южное начертание а . перемычка стержень и палуба когда я пишу я обычно артикулирую то что я пишу то есть а а . а. 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 . . то есть у этой трубочки вы хвост можете не тянуть бесконечно долго лишь бы он был под 45 градусов вот 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 так покажите свои а да поднимите свои листочки наталья а ну что сказать значит да она юрий хорошо максим хорошо только перемычка у нас не прямая а с изгибом с пузиком оля пузико значит изгиб у нас вверх смотрит они вниз перемычка вверх как бы поднимается галина хорошо только стержень не надо так близко к тройке чересчур плотно так все да хорошо только когда ты пишешь хвост а я бы сделал его не столь закругленным а более вот туда как бы как ракета екатерина неплохо да неплохо да только перемычка как бы смотри екатерина ты перемычку пишешь прямую вверх а смотри так да хорошо но ты явно внизу вот у первое смотри хорошо в целом но у от хвост внизу ты как бы смотри вот у тебя хвост если он будет под 45 градусов ты не сможешь его там особо декоративно шире не шире уже он просто выстрелить а ты его как бы закругленно дорисовываешь я говорю что надо в каком-то месте останавливаться и уходить вот как бы немножко вверх то есть их сделал хорошо так делают но если уж мы пробуем соблюдать углы то попробуем выстроить этим хвостом вверх андрей вот 45 понятно кто еще не показывал лариса очень хорошо очень хорошо прям вот в этот самый синенький так вообще просто красавец да 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 все все в везде особо внизу поселит мне нравится прям вообще хорошо да 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 вообще хорошо руслан хорошо да хорошо руслан можно вопрос да вот эта перемычка между а и вертикальной полосой она должна касаться нижнего элемента или она идет от верхнего она получается как будто бы лежит на нем да ну а чью-то в книге она там не касается на какой странице я просто сейчас не могу найти ну где он дома я склонен сказать что все же касается мы с ним и спорили 10 минут она мне приводила в пример книгу а чью-то я и приводила в пример наши работы вот и скажем так начало этой перемычки должно быть достаточно худым поэтому когда мы делаем его чуточку жирнее то нижняя часть этой перемычки непроизвольно касается верхней части нижнего кругу круга получается просто если мы низ начинаем достаточно худеньким делать то получается как бы и не опирается а как только мы ужирняемся опирается это ни разу не ошибка ну смотри вот если получается мы уходим в сторону смотри вот получается если мы начинаем худенько-худенько мы цепляемся как бы за верхний элемент получается что так да маша только зачем ты перемычку задираешь туда вверх к палубе у тебя в третьем ряду самый левый правильнее всех да да правильнее всех мы ушли от рога и копыта на другой новый уровень машин я на смотрю да хорошо я на только палубу чуть шире не не тесни так хорошо полина слава тебе господи я думал что у нас не получится ты смогла да она мы тройку пишем из двух элементов или из одного и ну как бы сразу как бы одним розчерком пера как бы останавливаемся но мы не убираем же руку обычная принтерная бумага для чернил конечно не подходит вы можете писать фломастерами но фломастеры это скорее уже облегченный такой уровень традиционно с них не начинают да маша хорошо в первом классе английской школы ты бы не пропал наталья отлично но вы слева начало перемычки начинаете чересчур жирно вы сразу даете вот такую широкую полосу наталья надо начинать тоненько как ниточки наталья посмотрите андрей хорошо хорошо только не пойму ты как будто бы стержень прорисовал до того как перемычку рисовал не могу понять включи микрофон после выглядит как будто буду ладно очень хорошо лариса лариса очень хорошо прям сейчас прям покажите все свои а я хочу чтобы я лариса мог сфотографировать чтобы очень хорошо еще разноцветно прям как я люблю так все показывают я снимаю экран свет не показываешь покажи покажи свою а и я сниму отлично все снимаю есть контакт спасибо значит коля хорошо хорошо лучше уже стала галина начало чересчур жирная перемычки да так лучше так лучше но теперь у тебя стержень слишком далеко от тройки ты так отодвигала стержень ты так раздвигала место для перемычки что она подвинула через счет далеко стержень лариса если бы я рисовал бы плакаты я бы взял бы вас всю команду да хорошо у тебя такой узкий стиль смысле бывает шрифты обычной ширины бывает конденс то есть ужатый по ширине хорошо екатерина только почему перемычки настолько прямая все таки она должна быть как бы с изгибом и немножко вверх они просто в бок перемычка которая вот этого да 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 совершенно верно она самая будем закругляться сейчас со своей каллиграфии то есть то что мы делали это незаконно да не плохо руслан неплохо мы несколько раз нарушили все законы во первых да хорошо свет отлично да отлично во первых никто не начинает с каллиграфии и графе это уже когда вы умеете писать то вы начинаете писать красиво поэтому это во первых во вторых я вам не рассказал о прелестях санскрита я рассказал об ужасах санскрита но не рассказал о прелестях вот во вторых я вообще ничего не сказал о санскрите поэтому на самом деле через неделю я начну с рассказа о санскрите а это была некая демонстрация того что вы можете написать прямую черточку чтобы вселить вас уверенность том что вы не лишены некоторых способностей вы можете написать вертикальную и горизонтальную черточку прямо ну не с первого раза не каждый раз но прямо это необходимый навык если вы захотите писать красиво до ванагали впрочем за красоту вашего почерка я не отвечаю вы можете писать и некрасиво лишь бы вы сами понимали что вы написали главное здесь пропорции до ванагали стремится к квадратности и все что не квадратно все равно к так или иначе этой квадратности соответствует то есть тут главная пропорции лариса например сначала не получалось потом она уловила и приняла наталья сразу поняла света уже тертый калач она все уже умеет значит галина с наталья тоже уже на платыкались значит вот я на пока еще не каждый раз получается потому что но попробуем я нас клеткой попробуем значит клеткой вот распечатаешь клетку попробуем посмотрим может быть это поможет тебе потому что конечно такой фристайл на белом листе бумаги но это сложно это вам не положено то есть как бы вам положено писать клеточку а вот какие есть вопросы возмущение точнее когда будет следующую каллиграфии курс следующий курс каллиграфии непонятно когда будет будет ли вообще но мы как минимум затронем каллиграфию в октябрьском курсе который будет посвящен я янтрам да но у нас особо интереса к каллиграфии деванагари нету я думаю что мы втроем с тобой будем я ты и галина больше я думаю никого мы не сможем соблазнить заниматься написанием каталию можно соблазнить очень соблазнится думаете калина но вот наша задача как бы соблазнять и сможем ли мы соблазнить это открытый вопрос вот то есть у нас как бы есть две программы мы можем попытаться воспроизвести то что мы делали с отчетом это одна программа это допустим шесть занятий или мы можем дождаться когда мы пойдем дальше с отчетом но дальше могут пойти только те которые догонят к тому времени первую часть то есть шесть занятий то есть это большой объем работы вот но это что касается именно деванагри и красивого деванагри потому что деванагри в рамках учебника это другое деванагри напишем ручкой и половина ваших поражений уже было бы не актуально со следующей недели скорее всего но не позже чем через две недели сегодняшнего дня мы начнем курс полноценный курс санскрита соответственно первые пять занятий будут посвящены деванагри но деванагри не так как мы писали потому что если мы не писать так как мы сейчас пишем то мы не будем успевать проходить нам положено и то есть это будет деванагри ручкой а если вам понравилось деванагри фломастеры то есть это не означает что вы не можете писать фломастерами я пишу ручка вы можете фломастеры это занимает дольше времени вот дольше мы будем проходить традиционно санскрит не заостряя внимание на красоты графические если же вы скажете что вам очень понравилось и захотите развить именно эту часть красивого написания возможно мы когда-нибудь еще соберемся я подумываю о том что через неделю или через две сделать как бы ну вот повторный такой класс скорее повторный чем продолжение сколько нужно человек чтобы был курс по каллиграфии для начинающих такой я думаю что 20 человек нам потребуется 20 вот но тогда нам нужно будет каждому купить не таких вот толстенных листов которые уже граничат немножко с картоном чтобы не расплывалась нужно будет завестись помимо фломастеров чернилами в общем будет некая подготовительные несколько подготовительных операций может кто-то изъявит желание если мы наберем достаточно человек то может быть все таки он будет без каллиграфии очень сложно жить а нет просто хочется ее и без нее прекрасно можно прожить но ее хочется когда ты один очень очень хочется хочется и заниматься а в одиночку не получается в одиночку скучно некий не перед кем похвастаться своими хвостик ну да потому что видите значит ну вас же были нет не только поражение даже у тех у кого ничего не получалось например а получилось очень хорошо даже там денег вообще ничего другого не получалось то есть у нас есть наш телеграммный канал который называется каллиграфия деванагаре и там постепенно до выхода книги первой русской книги о каллиграфии деванагарской об индийской каллиграфии я постоянно выкладываю какие-то обломки какие-то образцы если у нас есть чат именно для группы смысле те кто сильноправленно занимаются каллиграфии деванагар это узкая группа туда там закрыт доступ а есть широкая группа где мы выкладываем вот разные работы я выложил например то как под каким углом можно заточить вот эту палочку наверное вот надо будет сделать небольшое видео о том как мы ее затачивали вообще проще простого вот вот такими копеечными средствами банка чернил за 150 рублей и палочкой от мороженого такая на палочке стоит 1 рубль вот то есть лист бумаги я не знаю сколько стоит но в общем за 200 рублей можно получить полный набор юного каллиграфа есть приборы более дорогие чернила более качественные там уже и интереснее выглядит например но это уже на вырост а вот а вообще получается мы готовимся к выставке которая пройдет 17 сентября двадцать третьего года в библиотеке имени ленина она будет длиться месяц и мы готовимся вот она будет целиком и полностью посвящена дева на горе они только же дева на горе там тибетская тоже будет ну что нибудь мы включим какие-нибудь ответвления как бы от из древа брахми произошло около 20 разных письменностей деванагри это всего лишь одна из них поэтому мы посмотрим а что есть вокруг например ну вот берманское письмо смысле например вот с кругляшками которые используются для пали как раз то есть мы посмотрим почему буквы имеют именно ту форму что они имеют чем это определяется чем это же вот поэтому у нас есть никак некое закрытое сообщество есть открытое сообщество если вам понравилось писать то вы можете вступить в открытое сообществе да отлично спасибо вот то есть у нас некоторое сообщество людей некоторые из них даже с художественным образованием которым нравится писать нравится писать то есть заниматься тем чем индии обычно никогда никто особо не занимался то есть переписывание красиво вот у нас есть направление которое называется напевный санскрит с ушей и санкой там мы занимаемся о рецитации санскрита там нам все равно как мы пишем мы рецитируем на санскрите это одно направление а вот другое направление мы пишем красиво вот они наполняют друг друга они дополняют друг друга вот например маша которая значит четвертого раза пишет копыты похожие на знак девана горе пример бесподобно может исполнить алфавит девана горе то есть мы разные навыки пытаемся объединить в одном человеке иногда у нас это удается а если какие-то вопрос или все пока понятно вот например я заточил более узкий к то есть видите можно с этими палочками от мороженого можно поиграться не обязательно должна быть одна толщина толщина может быть разная я хочу попробовать как раз заточить более широкий как раз срез для того чтобы можно было крупно писать на то есть ширина кончика от нее зависит как крупно вы можете писать вы не можете таким тонким скажем стержнем писать на весь лифт а3 приборы для письма у нас самые разные на самом деле отчет не все показывал из того чем он сам пишет но я вам покажу как раз страницу где он выложил большую часть своих приборов и покажу две страницы значит вот здесь получается основные приборы для письма то есть там фломастер потом фломастер что 50 рупий даже 45 потом значит железный наконечник это у нас ручка смысле каллиграфическая потом это у нас параллел пен то есть японская ручка со специальной заточкой потом бамбуковый колон потом узкая кисточка со срезом 45 а потом широкая кисточка это часть инструментов которым можно писать более развернутый но не полный перечень предоставлены здесь чем можно писать деванаками но здесь представлено не все мы уже даже в москве писали большим количеством инструментов чем то что показано отчетом такие вот кисточки продаются в принципе уже готовы они под 45 градусов и ими тоже нормально ну да получается если если крупно писать получается ты уже пишешь прям крупно-крупно ну плакатно но если на там скорее всего нужно плакатно согласен да 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 уже комбинировать инструменты в одной работе то есть что-то написать крупно да вот как отчет пишет что-то очень крупное потом мелкую какую-нибудь под ну да какими другим цветом например то есть поэтому мне понравилось то что лариса комбинирует уже разные цвета уже начинает играться вот это мне понравилось то мужчине чернила завода радуга 2 доступна каждому пионеру стоит недорого чтобы эту баночку израсходовать у вас рука раньше устаю устанет чем вы израсходовать эту баночку это на несколько лет наверное то есть это не должно быть дорого вопрос в том сколько часов в день вы готовы посвящать каллиграфии для ванагарин этот навык быстро как быстро обретается так быстро теряется в обе стороны так 28 числа или 2 или 3 сентября а мы начнем погружаться в реку санскрита и собственно первые пять занятий будут посвящены дева на горе но не в той очередности как мы сейчас выписывали характерные элементы с точки зрения научной классификации научная она как бы пренебрегает тем теми повторяющимся элементами на которые мы на самом деле опираемся то есть каллиграфии важно какие элементы перекличка между элементами а с точки зрения научной классификации это не звуков это не имеет никакого значения поэтому это два принципиально разных подхода научный и графический хорошо значит через неделю 28 числа мы вряд ли еще начнем санскрит а скорее всего просто я проведу такое же занятие такое же занятие непосредственно приступим мы скорее всего 3 сентября 22 года к изучении грамматики санскрита а это всего лишь показать что у нас бывает не только заунывно грустно и весело и нарядно тогда на этом сегодня все спасибо я надеюсь что с кем-то из вас мы еще увидимся спасибо всего доброго спасибо до свидания Продолжение следует...